всем привет друзья с вами колексом и мы продолжаем слои страха страха да я была права с каждым разом как мы добавляем ингредиент данная прогрузочная картина становится более ясной как всегда пойду откроем ну что было бы ясно кстати я куда дверки пропали дверки пропали ладно хорошо пойдемте посмотрим какая серия в этот раз будет и открывается добрый день меня кстати маша зовут или метро кольцевая пускают по кругу да и я не буду оборачиваться картина можно было сказать что трое в лодке не считая собаки но тут что-то очень много вешалка ковер книжка книжный стол короче ну короче книжка там каждым разом дополняется картина охренеть ну только что там этого не было кстати дверь ее кстати не было да пусто еще одна дверь закрыта надпись ну давай чё не срабатываешь алё а ходишь по кругу да уже встречали это закрыта 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 боже там кто то есть там дверь открылась блин я не хочу ну почему почему я да давай давай да нет тут ничего все это лохотрон сейчас меня точно испугает каким-нибудь говном ну ладно не говном а вообще испугает да что не так так надписи так надписи забыть легко время что время время а наверху почему наверху не читается ладно давайте здесь ходишь по кругу и вот раздел все как надо окей окей открылась дверь а здесь откроется ох ничего тут везде открывается типа мол куда пойдешь или это кстати получается одна и та же круговая система да это одна и та же круговая система да мы вот открыли видно тут я не пройду ладно пойдемте вот дверь а на себя она алё ну и чё открывайся там что то есть да а можно посмотреть нет нельзя может быть тут вот ладно ну открывайся открывайся давай детка ну пожалуйста там ничего короче по ходу делу нету интересно нет пусть горит цвет я так хочу ну пойдем скорее всего бы там а я не хочу туда идти а дверь закрыта да хорошо что я туда я дальше не пошла крыски лариски закрыта подождите там что то есть смотрите там ключ но сначала сюда зайду посмотрю это ключ наверно вот от этой двери да да крыса ведет меня к успеху видишь она смотрит на меня типа мол о а TP она прям смотрит на явление типа Сейчас, подожди, подруга. Я посмотрю, тут ничего нету. Пойдём, веди меня дальше. Она зовёт меня в эту... Открываем. И заходим. Где-то я уже такое что-то видела. Что-то похожее в предыдущей, по-моему, игре. То есть не игре, а в предыдущей, как бы, такого серии. Она нас куда-то зовёт, типа, наверх. Ну, а как я наверх пройду, подруга? Я не могу. Всё, она ушла. Она нас бросила. Она нас скидала. А, нет, вот она она. Ну, отлично. Теперь я туда не пройду. Что здесь написано? Типа, лабиринтики, наверное. Типа, крыса, и вот ведёт, ведёт. Подождите, а давайте посмотрим. Может быть, это нам пригодится. Вот, крыса идёт, идёт и к восьмёрке придёт. Хорошо. Ну, раз мы здесь уже не сможем пройти, плюс две появилось. А, вот она. Теперь нужно нам узнать код. Там было восемь. А, из трёх цифр всё, всё, допёрла. Значит, это ведёт нас 4, 2, 4, 2, 8. Пойдёмте попробуем. Надеюсь, я правильно всё сделала. Нет, не получилось. Подождите, может быть, ещё в каком-то определённом порядке это надо сделать? Кошка, собака и, типа, мол, крыса. Подождите. Или, может быть, смотрите, а тут несколько, короче, ведущих. Подождите. Это идёт вот так вот, 4. Это ведёт нас 4. Единица, значит. Дальше. Двушка. Пятёрка. Значит, единица, пятёрка. Давайте пойдёмте пока что внесём эти две цифры. И осталась ещё одна цифра. Сейчас как раз порассмотрим. Восьмёрка, шестёрка, семёрка. Подождите, подождите. Шестёрка. Восьмёрка. Восьмёрка. Семёрка. Короче, одно из трёх значений. Нет, короче, не срабатывает. Подождите, вроде бы всё легко, а вроде бы и нет. А может быть... Подождите. Типа, по нарастанию, смотрите. Первая собака большая, потом идёт кошка, и потом только идёт крыса. Давайте попробуем так. Здесь оставим такие же цифры. Семь... Шесть, семь, восемь, да? А поменяем вот эти. Тут, например, пять. Тут единица. Да нифига не получается что-то у меня. Вообще не понимаю, в чём загвозточка. Подождите, девять идёт? Подождите, девятка. Четвёрка. Девятка, четвёрка, единица. Как это? Мне, наверное, нужна тетрадка с... Чтобы записать циферки и потом подобрать, что ли, код. Я не понимаю, конечно. Секундочку. Значит, давайте, кошка. Ещё раз. Что у нас там было? В общем, я выписала циферки, которые попадаются при лабиринте. Видите, в случае кошки получается 3, 4, 1. В случае собаки 2, 5, 9. И в случае крысы 6, 8, 7. Я попробую комбинацию из последних цифр. Почему? Потому что, смотрите, эти как бы пересекаются. Здесь они как бы тоже пересекаются. Потому что рядом. Вот эти, получается, одиночные. И здесь также пересекаются эти одиночные. Я попробую теорию. Я не знаю, кстати. Это единственная, наверное, первая головоломка, которая попалась мне. Но это не сработало. А если, например, мы теперь распределим это все. И знаете, что ещё? Есть ещё один вариант. Не зря. Да, не зря. У нас показывалась крыса. Именно нарисована. А у неё координаты были 6, 8, 7. Давайте попробуем это. Твою мать. Охренеть. Для дебилов. Ну, извините. Я, видать, была туго доходная сегодня. Не выспалась, наверное. Спешим на это. Продолжаем идти, идти, идти. Огонёчик. Понятно. Значит, я... А я уже не пройду здесь. Можно здесь сесть? Ооо, дверь в конце туннеля. Это белый свет в конце туннеля типа бог? Или это ад? Там, кстати, ребёнок плакал. Так, тут сразу светлеет. Мутнеет. Но мне нужно прочитать вот этот записон. Судя по выцелившимся в доме тишине, он в конце концов уснул. Явно в комнате пустынных бутылок и кусков холста. Его неизменимых спутников. Каждый раз, когда это происходит, я молюсь, чтобы этот раз стал последним. Молюсь неистого и страстно. Отче наше пусть... Так, подожди. Отче наше пусть он пробьёт себе головы и оттуда выльется вся гниль. Пусть пережжёт стекло запястья и польётся красная жерчь. Пусть захлебнётся собственной блевотней. Блевотней. Блевотней, короче. Может, тогда мы все обретём покой, если ты этого не сделаешь. Однажды я наберусь смелости. Спущусь вниз и сама положу всему конец. Ты знаешь что. Останавливать меня вовсе не трусо. Аминь. Что это за дикая, дичайшая дичиня? Ну, я понимаю. Её просто всё заманало. Ей просто надоело быть... Сам не знаю, третьим лишним. Вторым. Короче, и быть всегда на вторых ролях. Привет. Ох, ничего себе. Открылись двери. Ну, я так посмотрел. Может быть, тут что-то есть. Типа, мол, сама открывай, да? Ничего страшного. Я всё открою. Ну, зато полдороги я уж прилетела. Крутим, вертим шар голубой. Часы. Мне, главное, ничего не пропустить. Какие-нибудь там, знаете, как обычно, интересные моменты, которые я чаще всего пропускаю. Ох, ничего себе. Тут явно сейчас что-то будет. Ну, я хочу посмотреть. Мало ли тут что есть. Так, мы пропустили вот это. Во, изгалю, что тут что-то есть. Эй, короче, ну давай. Читай. Прошу прощения за долгое молчание. Был загружён работой. Должен сказать твоё последнее письмо, весьма настораживающее. Если не сказать больше. Не могу поверить, что она собиралась сжечь твои старые картины. Зачем? Подожди, я опять потерялась. Зачем? Ведь в частности, дома в чёрном твой подарок ей. Разве не так? Не знаю, что сказать, но ты должен немедленно обратиться за помощью к профессионалам. Они скажут, что делать. После всего произошедшего это должно пойти вам на пользу. Нет нужды говорить, что покупатель был огорчён новостями. Новые картины продаются хуже, чем старые. В любом случае, я продолжу искать покупателей. Главное, держись и сосредоточься на работе. Я знаю, ты не исчерпал свой талант. Я верю в тебя. Твой друг и агент. Понятненько всё с вами. Так, дальше закрываем. Так, 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 так. Здесь тоже ничего. И самое последнее. Тут тоже ничего. Ладно, зато мы обшарили. Пойдёмте к столу подойдём. Ящик, смотрите, ящик. Я тоже тебя вижу. Зачё я пропускаю? Намордник. Всё понятно. В этой серии собака. Длинная собачонка. Никак не затнётся. Эй, я тоже так могу. Видишь? Оп-оп. А ты умеешь рисовать, нет? Ну да ладно. Я, видно, тоже не умею. Это тот самый намордник, который вначале, я думала, что оно что-то меняет, что-то делает. Ладно, пройдёмте вперёд. Давай, давай. Я иду, я иду. Давай, давай. Я в картине. Ха-ха. Давай, я уперлась, нет? Сейчас глаз откроется, смотрите. Я прям привкушаю. Я прям знаю, что так будет. Нет? Я прям блуждаю по глазам. Ну, вообще, как бы, очевидно. Ну, давай, ну, давайте, и чё? Пустите меня уж куда-нибудь. Меня это ни капельки не пугало, потому что там очевидно было. Просто нужно было дождаться того момента. Давай, вставай, хромоножка. Давай, чувак. Ну, вот теперь чё-то как-то комната стала в два раза меньше. И по глазу он говорит, я наблюдаю за тобой. Крысы бегут. Вот, мне интересно, это, наверное, потом откроется, да, в дальнейшем. Вот эта дверь запечатана, запломбирована просто нереальными замками. И ничего. И ничего. Да. Был эффект. Батюшки. Батюшки. Что наверху написано? Я не вижу. Блин, где этот курсор с раной? Сделали оно того. Ну, я не знаю. Просто. Меня хотели задавить тележкой и убить. Мала какая-то. Так что за поклонение. Я... Можно я тут осмотрюсь? Спасибо. С вашего позволения. Ну, я ж говорил, тут чё-то будет. Тут чё-то есть. Так, ну давай, наведись. Чё, не вытаскивается до конца? Я хочу почитать. Бывает, что художник превосходит собственную эпоху и становится непостижимым для современных критик. Но, по моему мнению, в этом случае всё не так. Хоть мне и больно это говорить. Эпоху не превзошёл. Раз уж на то пошло, осмелюсь сказать, что мы наблюдаем выражение художника. Да пошёл ты! Это, скорее всего, мы писали. Да пошёл ты. Меня прям зовёт. Зовёт. Давайте просто посмотрим на это. Просто посмотрим. Опа. Опачка. Здравствуй, принцесса. Здравствуй, принцесса. Что? А это папочкиное лекарство. Когда папе больно, он и ему помогает. Нет, нет. Не трогай, боже. Как я... Подожди. Прости меня. Прости. Прости. Всё-таки это в начале. Помните, я думала, что это какая-то жижечка, какой-то эль или напиток. Ух, ничего себе, потайная комната. Ух, нифига себе. Я какую-то штуку взяла. Какую-то шарманку. Подождите, а что тут было? Только что же... Вот тут что-то... А, типа, закройся обратно. Ладно. Мне нравится. Это потайная комната, на самом деле. Пустота. Какая-то плошечка. Не оглядывайся. Но я должна это сделать. Блядь! Я же не умерла, правильно? Ну, мне просто сказали, мол, не оглядывайся. А я... Слушайте, я потеряла свой инструмент. Я реально потеряла свой инструмент. Ну, это было жестоко. Это было жестоко. Пропало. Так, здесь будут, наверное, определенные... Другие какие-то, видать, загадки для меня. Да не пищи ты. Так, что здесь написано? Малой боли хватает ненадолго. Вот тут вот есть цепочка. Что это значит? Я прям... Извини, браток. Но мне нужно это было сделать. Всё? А что дальше? Верёвки. Или неужели это... Теперь вот... А, всё, работает. Дверь открыта. Свет. Свет это хорошо. Надолго ли это... Этот свет мне будет радовать? Опять крыльцы бегают. Так, тут... О, чё-то нарисую... Блин, я думала, я смогу это прочитать. Но нет. Не могу. Мигает свет. Рискала риск. Опять нас, что ли, направляет? Ага, дверка закрытая. Сейчас будут происходить новые подозрительные действия. Давайте, картина. В первую очередь, картина тут должна угнетать меня. Нет? А что тогда? Стоунхедж похоже. Но это не то. Картинка развернута. Здесь шкатулка. Я, короче, чё-то тут упускаю. Потому что нас не упускают. Надо свет выключить. Окей. Она ушла, да? Она ушла. Так, значит, она ушла, и мы теперь тоже можем уйти, да? Я надеюсь на это. Свет. Я теперь смогу выйти? Да, ухожу. Нет. Пожалуйста, только не лифт. Я умоляю. Я просто помню, там нам встречался лифт, и мне в нём было некомфортно. Так. А в какую сторону? А реально, а куда нам? Вниз вообще нужно или вверх? Я даже что-то... Ну, я пошла вниз, потому что наверх как бы... А может быть, наоборот нам нужно было вверх? Угу, нифига подобного. Нас уже не пускают дальше. Мне кажется, что мы уже здесь были, но нужно пойти вон к тому ящику. Да, видите, тут что-то есть. Хикари-дикари-док. Хикари-дикари-док. Мышь на будильнике-скок. Будильник-бом-бом. Мышка-бегом. Хирики-дикари-док. Какой-то рассказ. Я бы даже сказала, считалочкой, либо реально мы рассказывали что-то дочке, типа про крысок. Господи, она запарила меня уже. Хватит плакать. Что здесь красненькая? О, опачки, тут что-то есть. Знаешь, даже несмотря на то, что ты мой враг, источник моих бед, ты все равно единственная, с кем я могу поговорить. Единственная, кто слушает. Уж не знаю, смешно ли это звучит, или жалко. Скорее всего, и то, и другое. Воспоминания моей женушки. Ну, действительно, ей не с кем поговорить. Там уже открылась дверка. Нас провоцируют. Нас реально провоцируют. Слушайте, если я зайду опять, то же самое будет. Не, не, я поняла, все. Уходим. Ну, нахер. Второго спешл фу ю я и не захочу. Мой кабинет в самом начале, в самом разгаре. О, теперь можно полазить. Полазить. Давай-давай. Кстати, помните, там еще в самом начале была книжка типа Пушкина. Пока что я ее не нахожу. Все стоит так. Очевидно, мир... А вот тут вот что-то замигает. Типа, возьми меня. Что происходит? Был звонок, да? А, вот, ничего себе. Поговори со мной. Почему ты со мной не разговариваешь? Я реально не знаю, какой номер нужно набрать. Может быть, здесь где-то есть подсказка. Что-то блестящее. Алкашка. Так, здесь ничего. Пойдемте в соседнюю, значит, вот тут посмотрим. Была крыса и пропала. Некоторые картины не поддаются описанию. А уж тем более критики. Если вы желаете их понять, вам просто необходимо знать основные сведения о сюжете. Одна из таких картин – детское лицо. Она влечет в себе 10 тысяч бездарных энтузиастов и воскресных поклонников абстракции. На самом же деле она похожа на результат недельного марафона неопытных художников, запертое в темном подвале. Если отбросить, никудышное исполнение картины отличается ужасным. А где же номер? Где действительно номер, который мне нужно набрать? Ведь правильно, там же сейчас еще закрыто. Да, закрыто. Где мой номер? Номер, номер, номер. Либо я просто, может быть, где-то не до конца открыла. Может быть, здесь. Ага, здесь я не пройду. Свет. Помните, мне как-то помог свет, и я смогла определить цифры, код в самом начале. Может быть, здесь тоже можно так же и сделать? Но какой, какой номер? Куда мне позвонить? Вот, знаете, дальше стало чуть-чуть сложнее, или просто я была не готова к этому? Это все, короче, пипец. 3-6-3 наш звонок. Все, нашла. И что? И что? И что? Звоночек. Где теперь? Где-то второй звонок происходит. Я не могу понять, где. Где? Ну, взять я уже не могу. Где? Где второй звонок? Может, опять в книгах что-нибудь? Ну, ну. Реально вступали. Как долго он звонить будет? Доперло. Вообще жесть. Че делать-то? Ох, ничего себе, куколка валяется. Дверь, дверь, дверь. Открывается нам туда. Ох, и че, и че делать-то? Ох, я правильно иду. Ты обещал? Я что-то обещал. А теперь что? А теперь куда мне? Мне ж нельзя падать. Там че-то все понаткрывалось. А куда? А куда? А куда? Подождите, здесь же был проход. Так, я должна еще куда-то позвонить. Куда я должна позвонить? Я бы могла бы туда прыгнуть, но смысл, может быть, не вариант. Наверное, я умерла. Может быть, и так оно и есть. Так и должно было быть. По сути. Маленький карлик. А, нет, туда я, короче, не дойду. Груда, груда. Просто книжек. Я снова возвращаюсь сюда, да? Неужто ли все то же самое? Неужто ли все опять повторяется? Да, да, все верно. Все верно, все повторяется. То есть прыгать нельзя. Или все-таки можно? А нет, все по-другому. Я ошиблась. Я думала, все повторяется вновь. Нет, все повторяется. Абсолютно все вновь. Только как? Может быть, мне нужно обратно зайти и теперь как бы дверку за собой закрыть, типа, мол? Нет, ну тут то же самое. Все абсолютно. Я не понимаю. Реально, я реально не понимаю. Картины, картины. Роялик. Ты обещал. Ну-ка, а если я еще раз? Три. Боже, а как мне понять, куда мне теперь звонить? Падать мне нельзя. Да, 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 мы все абсолютно вернулись все туда же. Что мне делать? Как мне понять? Дайте мне подсказку, блин. Вот тут я, хорошо, заблуждала. Просто хожу по краюшку. Ну, я так предположила, мало ли. И что там, что там пишут? 8-5-3. 8-5-3. 8-5-3. Так, я теперь... А это как раз то, что я там была, да? Да, вот я теперь... Вот там вот оказалась. Хух, вышла я из этого лабиринта. Это ничего не меняет. Так никогда не было. И никогда не будет. Блин, ну что еще? Что вы хотите? Давайте я закрою. Нет, не закроется. Ну, пустите меня куда-нибудь. Я уже... Устала тут бродить, конечно. Три-пять-четыре. Следующая комбинация. Три-пять-четыре. Офигеть. Это реальные лабиринты. Лабиринты зла. Еще один телефон, к которому я должна подойти. Типа, возвращайся обратно, да? Да. Ох, короче, все. Надеюсь, это был сон. Я снова в этой комнате. Только тут уже все под руком. Теперь телефон стоит здесь. Ты это заслужил. Все это. Растекается. Пойдемте. Раз мы это все заслужили, мы уносим ноги. Да почему нет? Ну, пожалуйста, выпустите меня. Я же ничего не сделал. Ну, я сделал, не сделал, а вот мой... Как бы... Как бы... Герой вообще не очень ведет себя. Так, ну это я же читала все. Читала. Правильно? Че? Нет? Ничего, ничего? Опанька. У него выжгано что-то. Или, может быть, я сейчас как раз-таки должна найти, что... Чего-то не хватает. Нужны финальные штрихи. Палец. Мне нужен был палец. Отрезал. Проще, чем ногу отпилить. Промыл. Уснул. Чуть не спалил его. Улучшилось ли у меня? Палец. Наш ингредиент палец. Теперь пойдемте. Еще одна. Надпись. Ну, давай, читай. Почему он не читает? Алесики. Не хочет читать меня. Ну, и ладно. Ох, ничего себе тут. Тут, короче, хоромы уже такие приличные. Добавляем пятый ингредиент. О! Слушайте, это не моя женушка с случаем. Очень похоже. Открываем. Подождите. Нет, все, не могу прочитать. Че-че-че-че-че-че? Ну, давай, наведи. Так, значит, отрезал проще, чем не могу отпилить. Промыл. Высушил в духовке. Уснул. Чуть не спалил его. Получилось ли у меня? Охренеть. Это вообще какая-то дичь. Вы мне втираете дичь какую-то, ребята, дичь. В общем, друзья, эта серия получилась вообще такая насыщенная, я бы даже сказала, большая, длинная, потому что у меня были трудности, да, у меня были трудности с поиском телефона. Потом мы встретились с моей женушкой. Да много чего было. Реально много чего было. И следующее будет шестой ингредиент. Я не знаю, там будет уже конец или там еще будет, типа, завершающая нотка. Не знаю. Не забывайте подписываться на канал, самое главное. Вот. Ставить лайк, комментарий и группа ВКонтакте. Ну, а с вами снова была я, Колексом. До новых встреч. Пока-пока.